Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме предложили ослабить требования по части тонировки автомобильных стекол. Один из депутатов считает необходимым снизить разрешенную светопропускаемость с 70 до 50%. Обосновал парламентарий свою инициативу довольно интересно. Во-первых, дескать, некоторые машины уже с завода идут с чересчур затемненными стеклами, и их владельцы автоматически попадают на штраф. Интересно, где депутат видел такие авто? Во-вторых, якобы темные стекла, хороший барьер от солнца и жары. Трасса 101 Автомобили в России разрешили выпускать без системы экстренного реагирования эроглонас. Это вызвано дефицитом электронных компонентов. Очередь на них растянулась чуть ли не на полтора года. Любопытно, что потом транспортные средства спутниковыми модулями все-таки дооснастят. Это будет делаться в рамках отзывных кампаний, объявляемых Росстандартом. Автовладельцам якобы ничего платить не придется. Это, глядишь, авто будут делать без руля и педалей. Мол, потом установим. Трасса 101 Слежка за водителями с воздуха приобрела массовый характер. По информации ГИБДД, ведомство использует специальные дроны уже почти что в двух десятках регионов. В их числе соседствующие с Кировской областью Пермский край, Татарстан и Удмуртия. Дроны в первую очередь отслеживают пересечение сплошной линии разметки. Картинку они передают ближайшему наряду ДПС. Трасса 101 Land Cruiser Prado нового поколения компания Toyota представит следующим летом. Машина, по предварительным данным, получит индекс 250. В линейку моторов могут войти шестицилиндровый дизельный агрегат объемом 3,3 литра, мощностью 299 лошадиных сил. А кроме того, гибридная силовая установка на базе бензинового атмосферника объемом 2,5 литра. Сейчас цены на Prado начинаются от 3 с лишним миллионов рублей. Трасса 101 В России собираются продавать электрический грузовичок, который делают в Киргизии. В Киргизии, но, как это водится, из китайских комплектующих. Новинка получила название Nimble «Шустрый». Хотя «Шустрого» тут ничего нет. При грузоподъемности 700 килограммов электрокар оснащается мотором мощностью всего-то 20 лошадиных сил. Заряжается он от обычной розетки. Запас хода чуть более 100 километров. Заявленная стоимость в переводе на рубли 520 тысяч. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok